Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «В ритме времени» с вами я, ее ведущая, Екатерина Фарисия Ермакова. Сегодня начнем с темы вечной. Чуть-чуть самых главных слов о доме. Вопрос жилищный острее всего встает у граждан именно в молодом возрасте. С 2006 года Сергиевский район активно реализует программу «Жилище» и ее подпрограмму «Молодой семье. Доступное жилье». Не так давно глава Сергиевского района Алексей Александрович Веселов поздравил с получением сертификатов по данной программе еще четыре семьи. Всего же в 2017 году таких получателей у нас в муниципалитете будет семь. Об этом мы и расскажем сейчас. Не так давно глава Сергиевского района Алексей Александрович Веселов вручил сертификаты на получение субсидий на приобретение и строительство жилья еще четырем молодым многодетным семьям. Участникам программы «Молодой семье. Доступное жилье» государственной программы Самарской области под названием «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2020 года». Это большой вклад в наше развитие молодой семьи. Теперь мы построим дом. Спасибо вам большое. Хочется отметить, что абсолютно все получатели государственных выплат по данной программе в этом году уже имеют по три ребенка в семье. Это не случайно. В подобных программах по закону приоритет имеют именно многодетные семьи и сельчане, выбравшие не покупку квартир, а строительство собственного жилья. Построить дом самим очень сложно. Ну и на семейном совете решили попробовать вступить в эту программу. Ну и как бы все получилось, слава богу. Бумажных балакетов, конечно, много, но ради этого стоит. Да, это большая помощь для семейного бюджета, для постройки дома. Ну мы уже начали дом строить. Места на все хватит? Хватит, хватит на все. Такая госсубсидия – это ощутимая поддержка для молодежи. Размер социальной выплаты для семьи из пяти человек составил в этот раз чуть более одного миллиона рублей. Средства для участников программы выделяются из федерального, областного и местного районного бюджетов. Госпрограмма «Молодой семье. Доступное жилье», если вспомнит, начала свою работу еще в 2006 году. И это позволило двумстам семьям Сергиевского района улучшить свои жилищные условия. Программа пользуется популярностью. Очередность большая, очередность более ста семей у нас. Условия пока что меняются только в лучшую сторону. То есть у нас в прошлом году были внесены такие изменения, которые позволяют молодым семьям направлять свои выплаты на погашение потечных кредитов, взятых в любое, так скажем, время. Так как раньше было ограничение такое, что можно было направлять на погашение кредита, взятого до 1 января 2011 года. Сейчас ограничения убрали. Других существенных изменений в программе нет. Для участия в программе «Молодой семье. Доступное жилье» необходимо соблюдение некоторых условий. Возраст супругов не должен быть более 35 лет. Наличие российского гражданства для постановки семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий обязательно. А также учитывается отсутствие достаточной площади недвижимости в собственности. По всем этим критериям в программу подошла и многодетная семья Нуянзиных, пока еще проживающая в двухкомнатной квартире в Суходоле. Александр Сергеевич и Мария Юрьевна воспитывают Ивана сыночка и двух лапочек дочек Кристину и Юлечку. Это мы сейчас живем в новой квартире, переехали как из аварийного жилья. До этого у нас была еще квартирка поменьше. Детишки все в одной комнатке маленькой. Кухонки маленькие, не умещаемся. Думали, надо рискнуть. Попытка не пытка, по голове никто не даст, как говорится. Ну, решили, сдали документы. Да не больно мы долго собирали. В течение недели-двух собрали. В администрацию нашу сдали. Все нормально. Нас поставили на очередь. Вот, как Ванюшка родился, нам дали. Выделили субсидию. Ну, покупку жилья. Вот, планируем. Ищем в поисках пока. Ну, яндины стояли на очереди в этой жилищной программе около четырех лет. Из семи получателей это самый большой срок. А сейчас уже при участии младших членов семьи они планируют свой переезд. Ищут квартиру, расположенную на нижних этажах. И, конечно же, недалеко от школы. Ведь старшая дочка уже скоро пойдет в первый класс. Я хочу, чтобы у меня стояла в комнате своя кровать. Что еще? Стол. Стол. Компьютер. Охота больше. Большая семья. Ну, все равно, посмотрите, мы в квартире. Народу много. На головах все стоят. Охота, чтобы своя комната у каждого была. Свои там детские какие-нибудь... Как их называют? Тренажеры всякие. Чтобы они развивались. Выйти во двор, в бассейн свой погулять. Конечно, охота в свой дом. Говорить нечего. Охота в свой дом. Не квартиру. Но пока мы на домном не заработали. Еще не хватает. Сейчас же ее дорогое. Поэтому мы пока планируем квартиру побольше взять. В настоящее время в очереди на получение субсидий по программе «Молодой семье. Доступное жилье» в нашем Сергиевском районе находятся еще 86 молодых семей. Программа продолжает свою работу. А это значит, новоселье также продолжается. Вот с такими замечательными героями мы постарались как можно ближе познакомить вас сегодня. Впереди у этих семей важное, нужное дело – переезд. Новые адреса, новые впечатления, новая мебель. Кстати, нас уже пригласили именно в оселье. Об этом мы расскажем в наших следующих выпусках. До свидания. До скорой встречи на телеканале «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова